Приветствую дорогих радиослушателей, радио ТЭТИМ и телезрителей телеканала НВК САХА. Поздравляю вас всех с Днём Арктики. И сегодня в программе «Еван» мы работаем в прямом эфире. Можете присоединиться к нам по номерам телефонов 320066, 321166. С вами работаем мы, редактор Наталья Сметанина и режиссёры прямого эфира Катерина Голикова и Михаил Эверстов. И сегодня у нас в студии заместитель министра по развитию Арктики и делам коренных народов Севера Республики Саха-Якутия Михаил Александрович Погадаев. Доброе утро, Михаил Александрович. Доброе утро. С Днём Арктики вас. Спасибо. С Днём Арктики, с праздником. Днём Арктики – это такой замечательный праздник, на самом деле. И хорошо, что он приходится в такие вот весенние день, когда уже мы тянемся к жизни, уже солнце появилось, и над Арктикой вовсе сияет солнце, настроения все хорошие, скоро пойдут олени, оленята маленькие. День Арктики, когда он был принят официально, сколько мы его уже отмечаем, и как этот день пройдёт сегодня у нас в городе Якутске? Да, ещё раз хочу поздравить всех радиослушателей, всех телезрителей, всех жителей Республики Саха-Якутия с этим замечательным праздником, с Днём Арктики. Действительно, это день, который был утверждён указом главы Республики Саха-Якутия. И он празднуется 19 марта ежегодно, и в этот день это повод для нас задуматься о том, какие у нас сегодня есть успехи по развитию Арктической зоны Республики Саха-Якутия, о том, какие у нас есть проблемы, как эти проблемы необходимо решать, ну и в целом привлечь внимание к вопросам развития арктических территорий и населения этих районов. И по программе Дня Арктики в Республике, в городе Якутске, какая программа на сегодняшний день? Да, у нас запланировано большое количество мероприятий, посвящённых Дню Арктики, уже эти мероприятия начались несколько дней назад, вот это конференции, круглые столы, различные выставки, вот вчера мы совместно с нашими коллегами организовали показ фильмов о наших арктических районах, о коренных народах Арктики, которые транслировались по телеканалу «Культура», а также эта вот передача называется «Земля людей», вот и в прошлом году у нас в Нижнеколымском, Алаховском и Мегино-Кангаласском в Уусах снимались фильмы, да, и мы вчера эти фильмы показали, ну и кроме этого был фильм показан из нашего Балунского района, села Найба, это фильм называется «Люди море», вот, и вообще завтра у нас, точнее сегодня у нас уже сам праздник празднуется, в два часа в Ледовом городке, в 202 микрорайоне будет праздник, посвященный Дню Арктики, это будут творческие, творческая программа, это будет конкурс Траганины, вот, потом в 16 часов сегодня у нас также деловая часть праздника, посвящена проведению круглого стола, круглый стол на тему сохранения языкового и культурного наследия коренных народов Арктики, на цифровых носителях, вот, тоже мы привлекли, очень широкий круг участников, начиная от федеральных органов власти, заканчивая нашими учеными, представителями коренных малочисленных народов Севера и так далее, вот, ну и также мы откроем онлайн-выставку, посвященную современным технологиям, которые мы используем для развития Арктики, вот, ну и во всех арктических районах проводятся большие мероприятия, посвященные этому Дню, различные тоже семинары, круглые столы, конкурсы, фестивали, поэтому я думаю, что Республика Саха-Якутия достойно сегодня отмечает этот день, мы все радуемся действительно приходу весны, каким-то переменам и ждем только позитивных перемен для Арктики и нашей Республики. — Михаил Александрович, когда у меня спрашивают, что такое Арктика, я всегда говорю, что это те районы, та местность, которая находится за полярным кругом, и если по карте посмотреть, то вот это вот все побережье, это и есть Арктика, да, она очень огромная. У нас в Республике к арктическим районам относятся 13 районов, да? — Да. — И расскажите, какие это районы, как... — Да, у нас, ну, во-первых, нужно сказать о том, что вообще Арктика — это такое у нас глобальное понятие, это глобальный регион, макрорегион, да. Если говорить о Якутской Арктике, конечно, здесь нужно сказать о том, что арктическая зона Республики Саха-Якутия входит в состав арктической зоны Российской Федерации, и эта зона определена указом президента Российской Федерации Владимира Владимира Владимировича Путина, и на сегодняшний день в эту зону у нас входят 13 арктических районов, это действительно те районы, которые, территории которых находятся за пределами полярного круга, северного полярного круга, и это огромная территория, примерно составляющая более половины территории Республики Саха-Якутия, это 1 миллион 608 тысяч квадратных километров, это огромная территория, вот береговая линия в арктической зоне у нашей республики самая длинная, это составляет примерно 4,5 тысячи километров, вот 119 населенных пунктов в нашей арктической зоне, где проживает население более 39 тысяч жителей, вот в том числе представители коренных малочисленных народов севера, проживает у нас 5 коренных малочисленных народов севера, и арктические русские старожилы, которые приравнены законом Республики Саха-Якутия к коренным малочисленным народам севера. Ну и нужно еще сказать о том, что, на мой взгляд, наверное, единственный регион, не только в Российской Федерации, вообще в мире, у которого такой вызов огромный, управлять такой огромной территорией, которая мало заселена, где экстремальные природно-климатические условия, огромные расстояния, где у нас неразвита инфраструктура. И в таких условиях правительство Республики Саха-Якутия, конечно, стоит перед огромными вызовами и задачами по улучшению качества жизни людей, обеспечению всей инфраструктуры и дальнейшим социально-экономическим развитием этой территории. Я думаю, что таких вызовов ни у кого нет, потому что у нас территория, ну, если всю Республику брать, это территория целой страны, такой страны, как Индия, в которой там уже более миллиарда людей живет, а у нас всего лишь меньше миллиона населения, которое очень дисперсно, так скажем, распределено по территории Республики. Поэтому, конечно, задачи очень сложные, но мы надеемся, что поступательно мы эти задачи будем решать. — Михаил Александрович, по роду деятельности Вы все время ездите в командировки, посещаете и арктические районы в основном, и северные районы. Как сегодня люди живут, как они воспринимают все эти вызовы, задачи, которые поставлены? — Да, действительно, мы стараемся постоянно выезжать в наши арктические районы, на местах решать эти проблемы. Я буквально позавчера вернулся из поездки по Верхнеколымскому району вместе с министром образования и науки Республики Саха-Якутия Михаилом Петровичем Сивцевым. Мы ездили по функционированию учреждения образования в этом районе. Ну и, конечно, по всем арктическим районам стараемся выезжать, чтобы быть в курсе всех насущных проблем, с которыми сталкивается наше население в этих районах. Конечно, нужно сказать, что люди живут в очень трудных, очень сложных условиях. Нужно сказать о том, что в советские годы арктические районы наши развивались большими темпами. Создавалась инфраструктура. И сегодня советское наследие – это огромная инфраструктура, которая на сегодняшний день уже стала достаточно ветхой, аварийной во многих случаях. Поэтому качество жизни, конечно, очень низкое в наших арктических районах. Это и транспортная доступность, это удорожание всего, что завозится в арктические районы. Конечно, люди в очень тяжелых условиях живут, но нужно сказать, что наши северяне, наши жители арктических районов – это очень стойкие, мужественные, сильные люди. Вот благодаря им мы сегодня развиваем Арктику. Благодаря им у нас вот эти арктические районы развиваются. Но, с другой стороны, нужно сказать о том, что застоявшиеся, устаревшие проблемы, которые многие годы не решались, сегодня появляется у людей все-таки надежда, что государство поворачивается к Арктике. Сегодня и президент страны говорит о том, что могущество России будет перерастать именно Арктикой. Сегодня принимаются все необходимые стратегические документы по дальнейшему развитию Арктической зоны Российской Федерации. Глава Республики Саха-Якутий Асен Сергеевич Николаев также очень оперативно, даже быстрее всех остальных арктических регионов, подписал все стратегические документы развития. То есть это для нас руководство к действию, и совместно с коллегами из других министерств и ведомств мы должны сегодня кардинальным образом улучшить качество жизни в Арктике. И, как было нам поручено также, это приведение основных социальных показателей в арктической зоне до уровня не ниже среднероссийских. Это очень сложная задача, очень амбициозная, но, тем не менее, ее необходимо решать. И, на мой взгляд, для того, чтобы привлечь людей в Арктику, чтобы люди не уезжали оттуда, мы, наоборот, должны еще выше уровень жизни сделать так, чтобы люди были заинтересованы жить, работать. Но, в целом, я думаю, что у людей появляется надежда. Все равно люди, особенно коренные жители, которые постоянно там живут, занимаются традиционной хозяйственной деятельностью, вот они никуда не собираются уезжать, собираются там жить, развивать эту территорию. Поэтому наша задача создать условия для того, чтобы они смогли решать эти задачи и улучшать свое качество жизни. Михаил Александрович, вы упомянули, что ездили в Верхнеколымский район с министром образования. Как вопрос со школой ВУТАЯ? Что-нибудь решается? Да, этот вопрос очень сложный. Уже на протяжении многих лет он стоит у нас. И, к сожалению, нужно отметить то, что мы своими глазами увидели, как живут люди, в каком состоянии здание школы. Действительно, оно было заморожено, и по требованиям пожарного надзора школа была закрыта. Вот, и дети, которые до этого проживали, учились в этой школе, проживали в селе ВУТАЯ, их родители были вынуждены для организации учебного процесса переехать в Зарянку, либо в Угольное. Вот, и, конечно, там очень все сложно, но мы решили, что... Спасибо, Михаил Александрович. Продолжим после небольшой паузы, через мгновение встретимся, присоединяйтесь к нам, мы работаем в прямом эфире. Добрый день, уважаемые радиослушатели, телезрители. Мы работаем в прямом эфире, в эфире программы «Геван». И тема нашей сегодняшней передачи – День Арктики. И у нас в студии заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха-Якутия Михаил Александрович Погодаев. Уважаемые радиослушатели, телезрители, вы можете присоединиться к нам по номерам телефонов 320066, 321166 и задать интересующие вас вопросы нашему Михаилу Александровичу. Михаил Александрович, в первом блоке мы остановились на вопросе школы УТАЯ. Думаю, что это очень жизненный момент. Если нет школы, то и поселок со временем может закрыться. Поэтому думаю, что будем уповать на лучшее, что все-таки УТАЯ потом появится школа, которая будет функционировать, и молодежь с маленькими детьми, со школьниками не будут уезжать из поселка. Мы должны сказать о том, что действительно, если школы не будет, то будущее села под вопросом, под большим вопросом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот и жители села УТАЯ, они нам на собрании сказали, что мы хотим, чтобы была школа, потому что мы понимаем, что это будущее нашего села. Поэтому, конечно, таких примеров достаточно много не только в нашем регионе, но и в других регионах арктической зоны. Спасибо, Михаил Александрович. Министерство по развитию Арктики и делам народов севера Республики Саха-Якутия достаточно молодое. Функционирует два года, но уже очень громко и по-деловому заявили о себе. Расскажите о той стратегии, которая принята Министерством в Республике до 1935 года и о тех программах, которые сегодня разрабатывает наше Министерство. Да, как я уже говорил ранее о том, что приняты все стратегические документы. Это основа государственной политики в Арктике, это стратегия развития Арктической зоны Республики Саха-Якутия до 2035 года. Также у нас уже второй год действует государственная программа социально-экономического развития Арктической зоны Республики Саха-Якутия и устойчивого развития коренных малочисленных народов севера. То есть вот если смотреть по нашей нормативно-правовой базе, она у нас полностью сформирована и соответствует федеральным документам стратегического планирования. Поэтому вот сейчас уже начинается реализация стратегии развития нашей Арктической зоны. И в стратегии во главу угла поставлены интересы человек в Арктике. То есть все должно быть для повышения качества жизни людей в Арктике. И для этого необходимо развивать инфраструктуру. Также в стратегии определены направления экономического развития Арктической зоны, потому что без развития экономики, конечно, говорить о социальном развитии этих территорий достаточно сложно. Вот поэтому здесь определены направления по развитию наших традиционных отраслей, где сейчас занято население в основном, да это оленеводство, рыболовство, охот, промысел. И модернизация вот этих традиционных отраслей, обеспечение выхода на рынки, экономическое развитие. Затем, конечно, это развитие промышленности. Это реализация проектов по освоению природных ресурсов в Арктической зоне. Конечно, здесь необходимо в первую очередь во главу угла поставить вопрос сохранения природы, то есть защиту окружающей среды, использовать самые современные экологические стандарты и при реализации этих проектов. Также вот наше министерство несет ответственность и полномочия по организации этнологической экспертизы при промышленном освоении, да, и это как раз защита интересов коридных малочисленных народов Севера, защита исконной среды их обитания. Поэтому это очень важная для нас задача. По стратегии также мы должны сказать, что мы используем бассейновый принцип, то есть все вот наши 13 арктических районов, они разделены на 5 бассейнов вдоль основных наших арктических рек, и тем самым мы видим уже какие-то вот осевые направления развития. У каждого бассейна своя специализация, свои проекты и свои направления развития. Вот. Ну, как я уже сказал, самое главное – это обеспечение транспортной доступности, это развитие жилищно-коммунальной, энергетической инфраструктуры, социальной сферы, связь тоже, интернет огромную роль здесь играет, и население всегда ставит вопрос о том, что мы находимся практически в таком информационном вакууме. Транспорт очень дорогой, поэтому здесь у нас в нашей государственной программе предусмотрены средства в дополнение тем отраслевым госпрограммам, которые действуют у нас в республике. Вот. Мы можем уже какие-то точно проблемы решать там по здравоохранению, по образованию. У нас есть проект «Дети Арктики», «Учители Арктики», по обеспечению вездеходной техникой для транспортной доступности. Это строительство торгово-логистических центров, потому что сейчас нам также будут переданы полномочия по завозу, северному завозу социально значимых товаров в арктическую зону, поэтому здесь тоже мы хотим развивать инфраструктуру складских помещений, овощих хранилищ и так далее. Михаил Александрович, режиссер нам говорит, что есть звонок в студию. Да, давайте послушаем. Алло? Алло, доброе утро. Доброе утро. Я хотел бы тебя спросить, да? Раньше в советское время было главсовероток организации, которая занималась торговлей арктической руины оленеводческой типа, да? Сейчас, слава, такого нету. Почему у федералов не добивайтесь этого? И мое еще предложение то, что оленевод не должен заботиться о том, что мясо куда-то сдавать, мясо куда-то, шкуру куда-то. Оленевод должен оленей завести, держит, смотрит, а все остальное вы должны, комитет, так называемый комитет. Куда продать, что продать? Как завести? Продолжение им завести? Спасибо большое. Это было в советское время, когда были большие крупные совхозы, все было государственное. Сегодня ситуация немножко по-другому, наверное, да? Когда и частное оленеводство развито, и... Да, конечно, мы постоянно вспоминаем советские годы, да? Но наш слушатель очень правильно вопрос ставит. Этот вопрос достаточно давно обсуждается. И мы с федеральным правительством на эту тему на самом деле ведем очень тесную работу. Сейчас разрабатываются новые механизмы обеспечения северного завоза и участие федерального бюджета в этом. Вот поэтому эти вопросы будут решаться. Но я вот начал рассказывать про торгово-логистические центры, да? Мы планируем, что вот эта система, когда мы в каждом районном центре у нас будет торгово-логистический центр, а также населенных пунктах будут отделения, или мы их называем факторией, которые будут заниматься завозом туда продовольствия, товаров и так далее, да? И закупом продукции местного производства для того, чтобы... Потому что транспортные расходы и так далее, если мы все это будем по отдельности делать, все съедает вот это транспортное удорожание. Поэтому эта система, она формируется. И мы вот то, что заботит людей, действительно, это действительно так. Оленеводы должны просто сдавать свою продукцию. Эти хозяйства могут быть и частными, и общественными, и коллективными хозяйствами, но при этом... Без разницы. Любой оленевод может привезти, сдать свою продукцию. И для этого ему не надо будет ехать в город, большие траты производить какие-то. Но, в принципе, это самый лучший выход, наверное, в этой ситуации. Да, Михаил Александрович, у нас еще один звонок. Алло? А, сорвался. И используя опыт прошлого, все-таки жили неплохо, хорошо в советское время. И реализация продукции была, и оленеводы, и жители дальних сел были обеспечены практически полностью всем. Ну, мы... Вот я начал говорить о том, что мы все время ностальгируем о советских. Это действительно был рассвет Арктики, да, это... Но при этом надо всегда помнить, что весь Советский Союз вкладывал в развитие Арктики Советского Союза. И это же была плановая экономика, да. Была административная плановая экономика, и ставились задачи, они решались на государственном уровне. И, как говорит наш Илдархан, Исен Сергеевич Николаев, мы должны понять для себя, что самолет под названием Советский Союз, СССР, он потерпел крушение, и от возврата к прошлому, наверное, нет. Мы должны, наверное, думать о будущем, о сегодняшнем и будущем, да. И поэтому искать новые пути развития нашего региона, нашей арктической зоны. И действительно, там проблем очень много. Эти проблемы накапливались годами, они очень застарелые, такие проблемы. И решить их одним там, розчерком пера, одним решением невозможно. Здесь нужна системная работа, совершенно новый уровень управления данной территорией. Именно поэтому было создано наше министерство по развитию Арктики. У нас есть объект управления, это 13 арктических районов. Вот поэтому здесь просто нужно работать и создавать механизмы и программы, которые позволят нам вот эти проблемы решать потихоньку, шаг за шагом, но системно. А так, конечно, их решить очень сложно, потому что я говорю масштабы страны, таких вызовов ни у кого нет. — Михаил Александрович, взаимодействие с промышленниками. Арктика сегодня очень быстро и осваивается. Именно промышленники приходят, завоевывают наше пастбище, местности, места, где мы жили, кочевали нашу нетронутую природу. На самом деле, это очень большой вызов и очень большая проблема. Как сегодня диалог с промышленниками выстраивается в министерстве? — Да, действительно, это вообще нужно сказать, что это проблема не только нашей страны, нашего региона. Это вообще глобальная проблема, да, обеспечение баланса интересов. То есть, с одной стороны, мы говорим о экономическом развитии территории, с другой стороны, мы должны сохранить природу в ее первозданном виде, передать следующим поколениям. Это вот концепция устойчивого развития, да. И в нашей республике это решается разными инструментами. У нас достаточно развитое законодательство по обеспечению интересов коренных жителей. И у нас диалог с компаниями, конечно, он идет. И мы вот проводим экологическую экспертизу. — Спасибо, Михаил Александрович. Мы уходим на небольшую рекламу, продолжим после нее. Приветствую всех слушателей и телезрителей телеканала МВК «Саха». Сегодня мы работаем в прямом эфире. Вы можете к нам присоединиться по номерам телефонов 32 00 66, 32 11 66. У нас сегодня в студии заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера и Республики Саха-Якутия Михаил Александрович Погадаев. Михаил Александрович, телефон примем, да? — Да, пожалуйста. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Спасибо. — Телеслушатель задает вопрос о том, что слово «фактория» раньше использовалось на Диком Западе. И как это понятие «фактория», которое обогащает определенных людей, сегодня в социально-экономическом развитии в нашей Арктике будет использоваться? — Я считаю, что дело не в названии. У нас по стране просто в разных регионах до сих пор используется понятие «факторий». — Пример Ямала-Ненецкого автономного округа. — Но здесь речь идет о том, что вот эти пункты отделения или филиалы торгово-логистических центров, их задача — это обеспечить людей необходимым продовольствием, товарами, первой необходимостью, ну и всем необходимым. — С другой стороны, перед нами стоит задача развивать экономически вот эти хозяйства, которые там работают. Это и оленеводческие хозяйства, охотопромысловые, рыболовецкие. И в местах кочевий, чтобы они имели возможность сдавать свою продукцию, зарабатывать на этом деньги. А задача государства — создать условия, механизмы для того, чтобы эта продукция перерабатывалась, доводилась до рынка, и уже экономический эффект был. — Ещё один звонок. Алло. — Алло. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Да, мне командный вопрос. Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Тем же именно исконной своей традиционной деятельностью Где используется язык Там конечно ребенок очень быстро Я вот сам вырос в ленеочерской семье И я до школы по русски вообще не знал То есть я постоянно только на венском языке общался Поэтому мы сегодня ставим вопрос о том Что необходимо дальше в совершенствии Развивать систему кочевых школ в республике У нас закон есть Все, что необходимо для этого есть Есть сами кочевые школы И в местах должны обеспечиваться именно организация учебного процесса. При этом компонент этнокультурный, родные языки, это все должно быть в программе этой школы, такой кочевой школы. Конечно, мы не можем представить армию учителей каждому ребенку по отдельности. Поэтому каким-то комбинированным образом нам необходимо эту проблему решать. Но в целом концепция кочевых школ, я думаю, что она единственный возможный пока что вариант. И это и дистанционное образование нужно развивать, новые технологии, обеспечивать эти школы интернетом высокоскоростным, чтобы люди могли дистанционно тоже обучаться. Вот этим занимается Министерство образования и науки. Мы тоже в этом процессе участвуем, помогаем всячески. И вот те программы, о которых я сказал, они, надеюсь, будут действовать и помогут решать эти вопросы. — Если тоже оленеводство обеспечит достойную оплату труда оленеводов, то, я думаю, и молодежь пошла бы работать, и молодые женщины, и дети. И тогда возможности кочевого образования, и кочевой семьи, и детских садиков, она была бы больше. — Да, и здесь очень важна роль тоже и науки. Надо современные методы сохранения языков использовать, языковые гнезда, так называемые. Потому что ребенок-то воспринимает он в семье, в первую очередь воспринимает окружающее. А потом в школе, в детском саду, вот все, что он воспринял, это же... Поэтому необходимо вот эти внедрять именно в детском, в детском, в школьных учреждениях, в школе, и тогда будет сохраняться язык. Хотя бы базовый какой-то родной язык должен у человека быть. — Если смотреть, малыши, которые даже только научились говорить, они втыкаются в эти гаджеты и начинают и на английском, и на любом корейском, на любом языке могут уже общаться, нажимать кнопки эти. А почему не придумать то же самое и для наших языков, да? — Да, мы уже как раз вот в рамках проекта «Дети Арктики» тоже из небюджетных средств создается федеральный портал «Дети Арктики», который будет разрабатывать вот именно информационные технологии по изучению языков. И хотел бы также отметить, что вот у нас в Якутии, как всегда, впереди. И вот недавно вы слышали, молодой парень о ВЕНК, то есть Майского района, Николай Опросимов разработал голосовой переводчик, аналог Сирии, там, Алиса. То есть он, это прорыв, на самом деле, мы пока еще не замечаем, но это прорыв в информационных технологиях. И этот искусственный интеллект, который обучится сам овенкийскому языку, а затем можно уже будет это все распространять. — Спасибо, Михаил Александрович. Незаметно подошло к концу время нашего эфира. Спасибо всем за участие, нашим телезрителям, радиослушателям. А сегодня мы приглашаем всех на праздник, День Арктики. Спасибо. — С праздником! — Угу.